Матрица, матрица, матрица. Да почему все вокруг только и говорят, что о матрице? Если вы задаетесь этим вопросом, то вам явно пора собираться в школу, потому что вы не застали тот ажиотаж, что окружал сагу Вачовски в начале 2000-х. Восстание машин, мир в компьютерной симуляции и, конечно же, прекрасный Киану Ривз. А что еще нужно рядовому гику для счастья? Теперь все это вновь возвращается на большие экраны, а значит нам стоит ответить на несколько очень важных вопросов. Почему вдруг Тринити может стать избранной? Чем воскрешение лучше своих предшественников? И в какую тюрьму попал Нео? В ближайшие пару минут мы поделимся с вами сразу несколькими крутыми теориями о четвертой матрице. Так что закрывайтесь в пледике, запасайтесь теплым какао, а мы погнали. Для начала давайте вспомним, кто из знакомых нам персонажей вернется в продолжении. С Нео Тринити и Морфеусом все понятно, при том, что последний скинул для роли аж 26 лет и маленько сбросил лишних килограмм. Также подтверждено, что Джада Пинкетт Смит вернется в воскрешении в роли Необе. Она присоединилась к франшизе в перезагрузке и в последующей за ней революции. Необе играла важную роль в сопротивлении, поскольку она являлась капитаном Логоса и Логоса 2. Поскольку Необе выжила в битве со стражами в Сайоне, существует бесконечное число способов вернуть героиню в сюжетную линию. Тем более, что нам покажут молодую версию Морфеуса, с которым у Необе были романтические отношения. Плюс к отряду возвращенцев может примкнуть и Мировинген. Участие актера Ламбера Вильсона в съемках четвертой части несколько раз подтверждали разнообразные сливы, однако именно его Мировинген мог бы стать ключевой фигурой будущего продолжения. Как минимум мы говорим об одной из самых старых программ внутри Матрицы, и если Лана Вачовски решила стряхнуть пыль с лора франшизы, значит действие обязательно будет так или иначе завязано на прошлом, о чем нам в очередной раз намекает помолодевший Морфеус. Кстати, если вы еще не в курсе, студия Paramount активно разрабатывает новых трансформеров, которые выйдут в следующем году. Ну а если вам совсем вот уже не терпится вновь увидеть больших боевых роботов, то самое время обратить ваш взор на игровую сферу. Ведь Меха-арена наконец-то здесь. Этот уникальный механический шутер 5 на 5 обязательно понравится любителям пострелять. В наши дни на рынке игр очень много шутеров, но не в каждом вы можете почувствовать себя настоящим трансформером с кучей пушек на плече. Главная особенность игры это индивидуальность каждого отдельного меха и его оружия. Любите вести оживленные бои, где любое движение может спасти вам жизнь? Тогда вам точно подойдет Ланцер, а те, кто любит более тяжелую артиллерию, наверняка оценят Джаггернаута, который идеален в схватках 2 на 2. Любого из своих роботов и их снаряжения можно настроить под ваш любимый стиль игры. В августе Меха-арена запустилась по всему миру, поэтому сейчас в игре проводится целая гора праздничных событий, за участие в которых можно получить крутые награды. А еще в Меха-арене есть ежедневные бесплатные подарки, которые можно забрать просто зайдя в игру. Игра совершенно бесплатна и доступна на Android и iOS. А перейдя по нашей ссылке в описании или QR-коду на экране, вы сможете забрать бонусный скин Steel Reaper, 500 Акоинов и 70 тысяч кредитов, которые помогут вам начать игру. А если поторопитесь, то еще успеете добавить нас в друзья по нику и ID, что видите на экране, и мы сможем сыграть несколько матчей вместе. Готовы составить нам кампанию? Тогда погнали! В стане агентов все пока довольно туманно. Известно о том, что актер и каскадер Дэниел Бернхарт повторит свою роль агента Джонсона, в то время как по поводу возвращения Смита все еще ничего неизвестно. Глупо отрицать, что харизматичный злодей был одной из главных визитных карточек всей истории. А убери его, мы получим что-то среднее между троном или недавним главным героем. Поэтому хочется верить, что Лановачевский не разочарует преданных фанатов франшизы и подарит нам нового или как минимум грамотно измененного злодея. В конце концов, пока что никто не говорил о том, что Матрица 4 станет эпилогом всего того, что в целом и так закончилось в 2003. Вероятнее всего, воскрешение это лишь начало новой главы в истории Матрицы, о продолжении которой мы узнаем сразу же после премьеры будущего фильма. А это значит появление нового долгоиграющего антагониста, который, как и раньше, должен тянуть на себе половину сюжета. В недавнем трейлере нам показали, как Нео восстанавливают машины, об этом мы говорили в одном из наших последних видео. Все мы помним, что мистер Андерсон был избранным, что отчасти может объяснить, почему машинам вообще пришлось восстанавливать его и дополнительно стирать память. Но зачем им в таком случае было возвращать Тринити? Сцена с телекинетическим ударом может быть намеком на истинное происхождение персонажа, о котором строили теории лишь самые ярые фанаты франшизы. Еще с выходом первой части многие задались вопросом о столь значимой роли Тринити в событиях Матрицы. Да, Нео был избранным и обладал силами, но с другой стороны ситуация может быть схожей с идеями Джоан Роулинг, в которых Гарри вроде бы тоже был избранным, но в равной схватке он бы в легкую получил люлей от Гермионы. Так и здесь Тринити почти в каждой схватке сражалась с Нео на равных против машин. Особенно примечательна здесь сцена из первой части, когда оба героя пытались освободить Морфеуса и бились против симуляций без применения сверхспособностей Нео, неплохо так побеждая рядовых солдат и даже агентов. А это значит, что Тринити и раньше несла угрозу для машин, но теперь в ней точно что-то поменялось. И у нас есть ответ на этот вопрос, для которого мы обратимся к лору вселенной. В фильмах говорилось о том, что кем бы ни были Нео и Тринити на самом деле в любой момент времени они являются случайностью в программировании Матрицы или, как выразился архитектор в перезагрузке, аномалией. Нео был шестым в системе, поэтому вполне логично, что код избранного вернулся в Матрицу после смерти. Возможно, вместо того, чтобы просто вернуться в Нео после его воскрешения в симуляцию, в результате очередного бага код попал в Тринити, тем самым сделав ее седьмой. И на самом деле подобный сценарный ход может изменить саму суть революции, поскольку даже для 2003-го идея симбиоза людей и машин выглядела слабой. А в случае, если в распоряжении обновленного сопротивления будут сразу два избранных, да еще и с обновленными силами ни один даже самый прокачанный агент Смит не помешает хорошим ребятам одержать верх. Да, и к слову, концепция передачи кода избранного никуда не делась. А значит, этот момент нам точно должны объяснить в будущем фильме, заодно рассказав, куда и кому передались способности. Конечно, судя по фирменному трюку словлей пуль, Нео не потерял своих навыков. Но основополагающих законов Матрицы это все равно не отменяет. Либо нас ждет жирнющий киноляп, который спалили еще в первом трейлере. Возвращение Нео является одним из главных вопросов к фильму. Очевидно, что настоящие причины мы узнаем лишь с выходом самого фильма. Ну а пока мы можем порассуждать о том, где на самом деле находится Нео и что за симуляция его окружает. Для начала совместим несколько, казалось бы, не связанных между собой фактов. Первый, кривой графоний симуляции, который в реалиях 2021 года должен лишь намекать нам на важность этого момента. Мир, что окружает Нео в трейлере, сделан косо-криво, а значит программа не старается убедить персонажа в своей реальности. Второй важный факт, слухи о том, что все показанное в трейлере, это лишь нарезки из одной трети фильма, а значит далее нас могут отправить в совершенно новые локации. И факт третий, обилие синих таблеток, о которых ранее сценаристы забыли еще после первого фильма, практически к ним не возвращаясь. Таким образом, симуляция современного мира может быть ничем иным, как тюрьмой, в которую заботливо поместили Нео, дабы он заглушил свои способности. Не помнил, кто он на самом деле и выполнял какую-то особую роль для Матрицы. В подтверждении тюремной теории есть и еще один грустный факт. Воскрешение четко идет теми же шагами, что и первая часть, чуть ли не покадрово повторяя ее приемы. Ну а там Нео почти полфильма пытался сбежать из симуляции и лишь ближе к середине узнал настоящую правду о мире. Еще одной мозговыносящей теорией о воскрешении является появление вампиров и оборотней в фильме. Думаете, это чистый бред, и такого в Матрице никогда не было и не будет. Подержите наш кофе. В лоре франшиза не раз упоминалось, что знакомая нам ситуация конца 20-го, начала 21-го века — это третья версия Матрицы. И вторая должна быть настоящим адом на Земле с кучей сверхъестественных существ, которые заставляли людей страдать. Одной из старейших программ как раз-таки был Мировинген, в распоряжении которого была куча других программ изгнанников, среди которых мы хотим отметить две особенные. Братья Каин и Авель, созданные по библейскому подобию, были именно сверхъестественными изгнанниками. Каин, созданный по образцу вампира, и Авель — программа оборотень. Оба происходят из второй версии Матрицы, которую сам архитектор описывает как кошмар. Хотя эта антиутопическая Матрица и потерпела неудачу, Мировинген сохранил некоторые программы для своих личных целей, включая этот сверхъестественный дуэт. Оба брата погибли в перезагрузке, а вместе с ними и концепция паранормальных существ, населяющих Матрицу. Поэтому какие еще кошмарные секреты мог припрятать Мировинген, нам остается лишь гадать. По сообщениям из разных источников, Матрица Воскрешения должна стать чуть легче и гораздо смешнее прошлых фильмов. Звучит довольно противоестественно, особенно учитывая сам факт концепции Матрицы и ее мрачнющий тон повествования. В первом трейлере есть несколько моментов, подтверждающих слова о наличии юмора в картине. Но не стоит беспокоиться раньше времени. На самом деле, в сумме с заявлением о том, что все кадры ролика это лишь моменты из первой и третьей фильма, все это может быть лишь метафорой на наш неповоротливый и слегка забавный нынешний быт. Посудите сами, в прошлых частях нам показывали симуляцию, основанную на конце 20 и начала 21 веков. Тогда слово компьютер больше внушало страх, нежели радужные перспективы будущего. На мировой политической арене все было также неспокойно. Но в настоящее время Нео с уточкой на голове это норма, взятая прямиком из 21 года, как и его неловкое поведение в лифте, где все остальные люди с головой зависают в гаджетах. Поэтому Матрица действительно стала легче, что технически является каноном, а вдобавок позволит новым и старым зрителям без проблем втянуться в знакомую историю без тонны мрака и уныния. А как вы думаете, станет ли Матрица воскрешение запоздавшим эпилогом или началом чего-то нового и большего? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Рекламная кампания фильма только началась, а значит в ближайшие 4 месяца специально для вас мы во всеоружии будем разбирать этот запутанный пазл под названием Матрица. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok